Всем доброе утро! В этом видео я буду вам показывать, что я ем за день. Надеюсь, в течение дня солнце нас не покинет, потому что я уже задолбалась с этим дождем. У меня уже будет солнце постоянно, я вообще не понимаю, это не похоже на геленджик. Если что, уже где-то около двух месяцев даже больше постоянно дожди. В общем, сегодня я буду показывать, что я ем за день, и я не всегда так питаюсь. На самом деле, в последнее время я только задумалась опять о том, что я ем. И до этого я, в принципе, вообще не заморачивалась, я могла не покушать, как вы знаете, не позавтракать. Завтрак оттягивать, где-то съесть что-то вообще ужасное, где-то нормально покушать. Короче, у меня было такое вот питание. И что-то в последний момент щелкнуло. Я начала смотреть видосы на ютубе про питание. И я как будто опять вернулась в туалину, которая была в 2019 году, и которая очень сильно следила за этим всем, интересовалась этой темой. Что-то, да, я сегодня вам покажу, что я кушаю. Единственное, что хочу сказать, что я сейчас пытаюсь не пить много кофе. Поменьше есть сладкого, конечно, больше овощей и больше воды. Хотя я всегда пью нормальную воду количество, то есть это 30 миллилитров на 1 грамм вашего тела. То есть это 30 миллилитров на 1 килограмм вашего тела, по-моему, так, да. И у меня выходит полтора литра. И, конечно, иногда я не допиваю свою норму, иногда перепиваю, летом всегда, конечно же, больше я пью. У меня есть такая бутылочка, это вообще бутылочка из-под сока, яблоко, сельдерей. Кстати, классный сок, по-моему, тут даже нету сахара. Да. Короче, я взяла эту бутылку, потому что она стеклянная, такая прикольная. Ещё, кстати, мои тёрные ногти. Это накладные ногти, на самом деле. Я заказала на шине протестить их. Стоили, чтобы вы понимали, рублей 70. Большой мизинец я отодрала на следующий день, то есть я клеила, по-моему, позавчера. Они бы не отклеились, если бы я их туда-сюда не мусолила. Так что, в принципе, пока что они держатся нормально. Почему бы нет? За 70 рублей маникюр на неделю, извините меня, прикольно. Я бы ещё посмотрю, сколько они будут держаться. Я с ними уже и мыла посуду много раз, и купалась, мыла голову, всё, что только делала. Они у меня держатся пока, что всё хорошо. Вот так вот. И сейчас мы пойдём с вами готовить завтрак, и потом заниматься делами. Мне нужно собрать фулсы. Итак, у меня на завтрак яйца, это скрэмбл. Яйца я ем каждый день, практически каждый день завтрак. Я не знаю, мне пока нравится, ничего не надоело. Авокадо я ем вообще не каждый день, но иногда бывает, когда есть спелы в магазинах. Вместо авокадо я ем либо салат какой-то, либо что-то из овощей. Несмотря на то, что, кстати, авокадо это фрукт. И морковная котлета, я её приготовила сама. Я сразу много наделала, потом заморозила, и по мере надобности я их просто достаю и жарю. Очень, кстати, простые в приготовлении и безумно вкусные. Главное, много всяких специй добавляйте. Вообще, в принципе, в еду, и она будет очень вкусная. Я вот сюда добавила, допустим, сушёный чеснок, каркуму, имбирь, базилик. Кстати, я забыла посолить яйца. И это очень вкусно пахнет. И очень вкусно кушать. И специи, в принципе, очень полезные. Так что обязательно добавляйте, и это вкусно и полезно. Я же у вас теперь взрослая. Я получаю паспорт. Я кинула заявку, наверное, дней пять назад, мне недавно, на почту, чтобы прислали. Я хочу разобраться с этим, потому что я тогда просто мелком прочитала. Посмотрим, когда мне что-то документы переносить, потом всё это делать. Короче, вот этот весь процесс. И уже потом получать паспорт. О май гад. Кстати, вышла я очень красиво. Сейчас покажу фоточку. Просто look at this на эту красотку. Короче, вот так я вышла. Довольно симпатично. Конечно же, у меня широкое лицо, потому что, когда делаешь это в фотоцентре, они всегда делают не совсем реалистично. Но мне нравится. Я симпатично вышла. А сейчас я хочу сделать открытки на 14 февраля Алье. Я уже посмотрела идеи. Так прошло где-то два часа с моего завтрака. Я сделала себе мачу. И буду сейчас снимать видео в TikTok и в Reels для Instagram. Решила всё-таки туда поснимать. Мне очень нравится такой формат. Я давно хотела попробовать. Наконец-то я, наверное, начну это делать. Буду каждую неделю, наверное, день выделять. Целый день выделять на то, чтобы снять видосы. И потом их потихоньку выкладывать. Мача, кстати, на кокосовом волоке. Я пью иногда на овсяно. Но овсяно молоко не совсем полезное. Точнее, вообще не полезное, прямо говоря. Хочу вообще попробовать сделать миндальное молоко самой дома. И также потом попробовать сделать миндальный йогурт. Возможно, я это сделаю, кстати, тоже на видео. Вместе, может быть, попробуем. Но для этого нужно будет купить миндаль и закваску безлактозную. Короче, это мой обед. Это гороховый суп, который приготовила мама. Здесь горох. И копченый адыгейский сыр. Еще я, наверное, кусочек хлеба съем вот такого. И, возможно, еще огурчики себе порежу. Но это не факт. Потому что я не сильно голодная. Я хочу просто чего-то теплого. Время 5. И, в принципе, можно начать готовить ужин. Но я не знаю, видимо, я не буду ужинать. Потому что я сегодня что-то не сильно хочу кушать. Но обычно у меня так и бывает, что я так ем. И бывают периоды, когда я просто хочу сметать все. Но бывает это очень редко. Поэтому вот так как-то я питаюсь. Плюсом иногда я себе позволяю и шоколадки, и на ночь еду какую-то. И чипсы, и фастфуд иногда даже бывает. Хотя я очень хочу сейчас вообще максимально отказаться от этого. Потому что в последнее время, серьезно, я зачастила с этим. Возможно, я выпью сейчас кофе. Потому что я не могу, я хочу кофе. Я приготовлю суп-пюре из брокколи. На ужин может быть тоже суп. И, на самом деле, это вариант очень классный. И, скорее всего, так как сегодня я первый раз, кстати, пойду на танцы. Я наконец-то снова записалась на танцы. И я буду ходить. Это дэнс-холл, хип-хоп. Вообще, все-все-все танцы, которые можно только танцевать. Но в основном, типа, это женские какие-то танцы. Пойдем мы с моей подругой Леной. Вот. Я переживаю, потому что я не танцевала уже очень давно. И очень давно хотела снова. Кушать, наверное, перед этим я не буду. Возможно, я что-то съем. Типа перекушу. Но после танцев, скорее всего, я приду и буду хотеть есть. И суп-пюре из брокколи будет просто отличным вариантом полдесятого покушать. Потому что у меня танцы с восьми до девяти. Пока я буду туда добираться, пока буду обратно ехать, я как раз все это проголодать, в общем. И захочу покушать. Вообще, на самом деле, готовить это очень интересно и прикольно. Это как конструкторы какие-то. Что-то берете, смешиваете. Вам не нравится, в следующий раз вы переделываете и так далее. Вы берете из основы любой рецепт и добавляете, делаете его под себе. Пробуйте разное. Разнообразие в еде это очень круто и прикольно. Когда вы кушаете разнообразную еду, веселее даже как-то жить. И почему-то очень многие считают, что полезное питание это всегда однообразно и скучно. И какая-то гречка. Хотя, на самом деле, гречку я очень люблю. Но это не так. Это вообще не так. Так что, погнали готовить. Субтитры создавал DimaTorzok Короче, это мой поздний ужин. Я сходила на танцы. Блин, мне так понравилось. Я еще была с Леной. Нам очень понравилось. Я уже ходила в эту студию на танцы. У меня церкало пыльное. Я так рада, что я все-таки пошла. Будут видосы с танцами. Конечно же! Подведем итоги сегодняшнего дня. Я кушала сегодня очень прикольно. Кстати, я выпила кофе перед тренировкой. Буду сейчас кушать свой поздний ужин. Время 10 на часах. Спасибо вам всем за просмотр. Обязательно ставьте палец вверх. Пишите свои классные комментарии. Очень вас всех сильно люблю. Всем пока-пока. С вами была Алина. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok